Григорий, мы с вами, ну я не говорю сейчас про Дениса Лебедева, мы его комментируем постоянно, но мы ведь работали на тех матчах, на тех боях, когда в ринге был Мурат Гассиев. И я вот что подумал, что мы внимательно помним те бои, но ни разу мы не видели такого боя, такого момента в бою даже, когда Мурат был не агрессором, а когда против него заставляли его работать вторым номером. Может это быть сегодня в этом бою? Если да, то очень интересно будет посмотреть, как на это будет реагировать молодой претензиат. Безусловно, и я думаю, что в первые несколько раундов мы должны это выяснить, хотя здесь, в этой весовой категории, когда встречаются два жестко бьющих бойца, никогда не знаешь, сколько продлится бой и когда он завершится. Денис Лебедев боксирует в стойке левши, Мурат Гассиев в стойке правши, Лебедев по туловищу слева. Лебедев очень прибавил в последнее время именно в движении. И все специалисты говорят, что если он вот это свое движение на ногах не приостановит, что он будет двигаться постоянно, не будет перед Гассиевым ни на секунду стоять в мишень, готовая принять удар, то в этом могут быть для молодого претензента определенные проблемы. Очень спокойно начинают, хотя каждый, конечно, готов использовать малейшую ошибку соперника. Но Мурат все бои свои начинает вот так, вы знаете, спокойно, внимательно. И все время он, каждый бой, ищет подходы и постоянно заряжен на удар. Вот как будет сейчас. А удар у Мурата Гассиева тяжелый. Да у Лебедева тоже левая рука не подарок, друзья. При том, что Мурат выше Лебедева, и у него руки, естественно, длиннее. Опасный удар суловища. В область груди пришелся этот удар Мурата Гассиева. Так вот, несмотря на то, что у него это преимущество, вот длине рук росте, но он очень хорош на средней и ближней дистанции тоже. Джебом атакует Лебедев. Пока и тот, и другой довольно мощными ударами передней рукой прощупывают защиту каждого. Полминута до конца первого раунда. Пока тактический бой, позиционная борьба идет. Вы слышите реакцию зала. Ни одного роман-вдушного человека здесь в Мегаспорте нет. Думаю, что и вы, друзья, которые сейчас смотрят трансляцию канала Матч ТВ, также внимательны и также переживаете каждую секунду. Этого поединка. Ну что ж, друзья, вы посмотрели первый раунд. Такая напряженная была, в общем-то, разведка стоит с другой стороны. Но, похоже, Лебедев начинает постепенно читать своего соперника. Контр-атакует Денис. Он пошел в атаку. Одиночными ударами, одиночные удары выбрасывает Гассиев. Денис контратакует. Пока что у Лебедева, Лебедев выглядит чуть побыстрее. Он выглядит чуть побыстрее, и как будто бы он уже разобрался, да, но бы он уже понял, что ему делать в Риге. Такое быстрее. Мы не знаем, как был Гассиев, когда пропускает сильный удар. Да, Мурат привык быть агрессором, привык всегда идти вперед на соперника. Очередной раз передней рукой Денис достает цель. Очень жестко по пыловищу Гассиев атакует. Мурат спарринговал не только спаррингует с боксерами своего веса, но и был в лагере. Владимир Кличко спарринговал с Дентейм Уайлдером, с Крисом Ореолой. А перерезает, перерезает Денис. И Крис Ореола сказал, что Гассиев бьет жестче, чем кто-либо из его соперников в ринге, непосредственно в боях или в спарринге. А при том, что у Ореолой внушительный список соперников. Тот же Уайлдер. Денис постоянно закручивает то в одну сторону, то в другую. Двойка. В джебом точно попал Денис, но левая рука мимо прошла. Пока что Мурат ищет подходы. Ищет подходы, ударов выбрасывает мало. Да, Денис заставляет задумываться соперника. Вот это тот экзамен настоящий, который и предстоит сегодня решить молодому претенденту. Здесь еще есть фактор физической готовности. Денис, я думаю, оба готовы очень здорово. Быстрая рука у Дениса. Правой рукой хорошо чувствует дистанцию Денис и между перчаток пробивает джеб. Правый боковой от Дениса, но такой пока легкий. Ну так, оплатил перчатку, да. В гасе и в туловище пытался атаковать, попал. Этими ударами он все время гасит. Ну что ж, второй раунд был по откровению. И рискнул предположить, вернее, высказать свое мнение, что во втором раунде Денис начал чуть-чуть доказывать свое небольшое преимущество. Между раундами Фредди Роуч сказал, что все отлично. Заставляет его проваливаться, промахиваться. Но джебом хорошо у Рогасиев попадает. И не сказать, что Денис Лебедев уж очень много двигается. А это можно было предположить. Были мнения о том, что жестко попал Матулычу Гасиев, и Лебедев отвечает слева. Были мнения о том, что Денису много нужно будет двигаться, чтобы не застаиваться, но пока что и минимального движения на ногах хватает. для успешного действия, успешных действий в этом поединке Денису Лебедеву. Ох, Мурат справа. Вот перчатка. Денис видит эти удары, видит. И успевает убрать голову. Либо назад, либо в руку. Либо он промахует справа. Сейчас сам промахнулся. Это боковые удары Гасиев. Чуть-чуть все приходится в защиту. Но чуть-чуть прибавляет Гасиев в плане активности. Он выбрасывает больше ударов. Возможно, это часть плана. Начинать постепенно. Но здесь тоже кроется хитрый момент для Мурата. Потому что чем больше он атакует, тем больше возможностей у Лебедева контратаковать. А руки у него побыстрее, у Дениса. Четверной джек в исполнении Лебедева останавливает. Попытку атаки со стороны Гасиева. Слева Денис атакует. И Мурат удар в лоб пришелся. Сейчас Гасиев начал работать первым номером. Но Лебедева останавливает. Так, Гасиев прибавил в активности. Пытается осуществлять прессинг. Он прибавляет в активности в количестве выбрасываемых ударов. Но практически все они по защите. Продолжается бой, друзья. Напоминаю, на канале Матч ТВ. Главный бой сезона. Главный бой наших трансляций. Денис Лебедев защищает свой титул чемпиона мира Айбиев. Соперник молодой Мурат Гасиев. И из-за Кавказа впервые в добой за звание чемпиона мира. В истории российского бокса ведут боксеры одной страны. Живляки. Здесь изначально речь шла о двух титулах. Потому что если брать россиян в боях за звание чемпиона мира. Дмитрий Пирог и Геннадий Мартиросян в сентябре 2011 года оспаривали два россиянина чемпионский титул. Здесь два титула должно было стоять на кону. Но вот только один. Опасные у него удары. И Денису левую руку, конечно, всегда нужно держать у подбородка. Мощно вложился в эти два удара Гасиев. Обратите внимание, Гасиев активнее. Все активнее идет вперед. И Денису больше приходится двигаться. Потому что защищаться от таких мощных атак Гасиева одним только блоком нельзя. Нельзя принимать на блок. Но и Денис жестко отвечает. Денис контр-атакует. Он ловит эти моменты очень удачно. Чтобы осадить немножко пыл соперника. Но тот продолжает идти вперед. Да, эти удары не останавливают Мурата. Мурата принимает, но не останавливается. Идет вперед. Вот справа жестко. Да, Мурату тоже нужно внимательно относиться к этим правым боковым. И снова туда пробивает Денис. Попытка Аперклота. Денис смещается в основном справа. Он левша и наступает за переднюю ногу Мурата Гасиева. Тем самым выводит себя на удобный угол атаки. И избегает правой Мурата. Правой руки. Комбинация в исполнении Лебедева. То, о чем ему Фредерос в перерыве говорил. Рядом с нами, как всегда, в ударской позиции Григорий Гроз. Я вот хочу поделиться своим мнением с ним. Насколько я прав или нет. Мне кажется, сказывается гораздо больше арсенал Дениса Лебедева. Так ли? Да, это было яхт на бой. Денис намного сильнее оснащен, как боксер. И мне кажется, что Денис справляется со своей задачей. Конечно же, мы еще не понимаем, что заготовил Гасиев. Непонятно, что он хочет сделать. Мало ударов в его исполнении. Очевидно, что он очень-очень сильно ударит. Но Денис, мне кажется, приспособлен к этому стилю. Спасибо, Григорий. Итак, продолжается у нас четвертый раунд в последние секунды. Фредди Роуч говорит в перерыве Денису Лебедеву, не давай ему прессинговать себя. Останавливай его не просто одним ударом, а комбинациями. И тогда тебе будет проще справляться с этим прессингом. Жаль, что в перерыве не удалось послушать, что говорили Мурату Гасиеву. Тоже интересно было бы узнать, какие установки Абель Санчес дает. Но прессинг Мурата действительно становится все больше. Он становится больше, да, может он прибавляет в активности. Но пока, честно говоря, я не вижу вот КПД. Такой отдачей от этого прессинга. Но пока еще пятый раунд. Возможно, тактика именно на то, что Денис по печени попадает Гасиев. Вот как раз о чем и речь. То, чтобы Денис все-таки замедлился. По печени пропускает Лебедев. Очень тяжелый удар у Мурата Гасиева. Встает Денис. И что будет делать Гасиев? Бросаться на добивание? Итак. Мурат Гасиев. Первые раунды не так хорошо складывались. Первые два. Но затем прессинг он увеличивал. И этот прессинг приносит ему плоды. Сейчас по туловищу, по печени. Гасиев левым боковым попадает. Отправил Дениса Лебедева в нокдаун. Прессингует Мурат. У Дениса еще рассечение там открыли. Это первый в профессиональной карьере Дениса Лебедева нокдаун от удара по печени. По туловищу. Ему надо выстоять этот раунд. А еще очень много времени. Денис попал, кстати, ударом слева. Мурат уж очень иногда беспечно идет вперед. И Денис эти моменты использует. Жесткие удары у Мурата Гасиева. Ловит. Снова туда в туловище пробивает. Снова по печени. Но выше. Еще больше минуты в этом раунде. Уже минута, чуть меньше. На уклоне Денис ушел от атаки и контратаковал. И опять метит Мурат Гасиев по туловище. Он нашел лазейку. Еще целая минута. Денис отвечает по туловище туда же. Это будет сделать очень тяжело. Сейчас у меня есть возможность видеть секундомер. Снова туда на всю полудую точку и пробивает. Опять туда Гасиев. И остается 25 секунд. Денис отвечает коротким ударом Денис. И публика, публика неистовствует. О, справа жесткая Мурата. Жесткий опять удар справа. Мурат Гасиев наносит. Пять раундов прошло в этом замечательном, напряженном и драматичном бою, друзья. И вот поначалу преимущество Дениса Лебедева, которое, в общем-то, ощущалось. Какие-то моменты все свело. В прошлом раунде все ушло на нет, потому что точным ударом послал своего соперника в нокдаун в Мурат Гасиев. Восстановился Денис или нет? Это большой, большой вопрос. Шовские атаки Дениса Лебедева. Комбинациями и джебом. Храйдеров сказал, атакует передней рукой. Здорово сейчас атакует Денис. Снова, посмотрите, пробивает, пробивает эти удары. Правые прямые, но Гасиев упрямо ловит эти удары и идет вперед. Продолжает наступать. Гасиев иногда действует по принципу готов пропустить два, но для того, чтобы нанести свой один. И учитывая ударную мощь Мурата Гасиева, мы уже убедились в том, что она на должном уровне. Может быть, эта тактика тоже имеет право на жизнь. Жестко, как же тяжело мне Гасиев. Все-таки преимущество в ударной мощи уже у нас в этом поединке очевидно. У кого? Но Денис жестко заряжает слева. Ну вот, вы спрашивали до боя, каков Клурат, когда он пропускает. Да, он и удары держит тоже здорово. Сокращает, сокращает дистанцию Гасиев чаще, чем в начале боя. Страшные удары, конечно, у претендента. Недаром он говорил, что если он станет чемпионом, он, скорее всего, перейдет в супертяжелый вес. Но пока он без проблем делает первый тяжелый вес, потому что даже за сутки после взвешивания, вернее, утром, по правилам IBF, Мурат Гасиев прибавил всего полтора килограмма после взвешивания. Это совсем мало. То есть ему практически не надо сушиться. Да, он практически не гоняет вес. Поэтому пока что легко он делает. Лимит 90,7 килограмм. Но с такой ударной мощью, конечно, можно много его добиться и в супертяжах. Безусловно. 23 года всего Мурату Гасиеву. И потенциал его огромен. Тяжелее Денису Лебедеву двигаться. Уже тяжелее. Потому что если до этого он успешно уходил от выпадов Гасиеву, то сейчас преимущественно достигает Мурату. В общем-то не гасят порывы. Гасиев, он продолжает идти, он ловит эти удары, но они на него... Такое впечатление, что вообще не действуют. Но Мурату тоже все-таки не стоит пренебрегать ударной мощью Дениса. Вот особенно такими ударами. Концовка первой половины поединка. Очень драматичный бой, насыщенный. Вторая половина боя. Шесть раундов позади. Сейчас начинается самое трудное, самое главное, наверное, самое решающее. Абель Санчо с Мурату Гасиеву сказал в перерыве. Не давай сопернику начинать первым. Работай, руками выбрасывай больше ударов. Ну что, восстановился Денис? Похоже, да. Здесь больше движений он справа, в общем-то, не теряется. Жестко справа атакует. Но все дело в том, что если по количеству точных попаданий, вот, например, как в прошлом раунде, Денис, на мой взгляд, был чуть впереди, но эти удары на Мурата не действуют, как правило. А каждый пропущенный удар Дениса ставит, оказывается, его на грань. И опять по печени Гасиев сейчас комбинацию выбросил, завершил ударом по печени в таком мексиканском стиле. Но мы знаем, Абель Санчо с любит составить своим боксером Mexican Style, мексиканский стиль. Денис комбинацию выбрасывает Лебедев. Три мощных боковых ударов в исполнении Дениса. И сейчас ушел от очень опасной атаки. Ну, естественно, будет и ответ Мурата Гасиева. Да, Гасиев буквально неумолимо беспощаден. Мы говорили перед началом, что такого уровня боксера, как Лебедев, у Мурата еще в карьере не было. Не было такой оппозиции. Но листу заметить, что для Лебедева это тоже в его карьере, наверное, самый тяжелый бой. Я не беру тот бой. Пока что один из самых сложных, точно. Но, с другой стороны, мы также говорили не раз о том, что Мурат Гасиев, хоть и впервые оказался на этом уровне, но голод до побед, желание стать чемпионом мира, может буквально катапультировать тебя. И ты покажешь то, чего ты не показывал никогда до этого. И очень уверен в себе. Здесь однозначно уже сейчас, можно сказать, Мурат Гасиев пока что показывает лучший бой в своей жизни. Его очень трудно сбить с нас трояс. Конечно, судьи считают эти удары. Муратов пропускает, что тут говорит. Но напряжение, вот эта опасность, она буквально витает в воздухе. Да, и не будем забывать фактор нокдауна. У-у-у, левый боковой жесткий. И Гасиев, возможно, забирает раунд за счет вот этого тяжелого попадания слева. Ну, мы не видели с этой стороны, с нашей точки обзора, мы не видели, насколько точным был удар. Восьмой раунд. На ближайнище вторая половина боя. Ничего еще неизвестно, непонятно. Низу пояса был удар. Да, Мурат извиняется. Ненарочно. Оба бойца очень чистые бойцы в плане того, что правила, если даже и нарушают, то это случайно. Да, и ни одного клинча у нас, по-моему, так и не было пока что в этом бою. Что тоже приятно. Все-таки какие-то страшные удары у Гасиева, а? Недаром. А в этих ударах начали слагать легенды уже давно. И легенды оказались правдой. Два раза левым боковым попадает по цели. Денис Мурат их ловит, никак ничем не бывало продолжает идти вперед. Комбинация на ближней дистанции. Денис Лебедев. Мурат все-таки, мне кажется, очень часто пренебрегает защита и пропускает эти удары. Да, судя и считает. Эпизод-то за Лебедевым сейчас остался? И эти удары, судя, точно гладут в копилку. Первый кризис за весь бой. Чуть раньше тоже была попытка, Лебедев пытался сблизиться, но там Гасиев не дал это сделать. Ну да, это был первый клинч. Снова удар по печени в исполнении Гасиева. У кого-то в лебедев пропускает несколько ударов и под глазами у Лебедева уже небольшие наплывы есть. Лебедев становится хуже на ногах. Вот посмотрите, Гасиев. Вот он план команды Гасиева. Прессинг, прессинг. Увеличивать, увеличивать и заставить соперника остановиться. А еще только восьмой раунд. Я не говорю, что Лебедев уже остановился, но он не так быстр и свеж, как в начале боя. И не так просто уже сдерживать ему этот натиск. В исполнении молодого претендента по туловищу опять Гасиев. Тяжелые удары. Ну так вот на 2-3 удара, причем на 2-3 точных удара Гасиева отвечает одним, но настолько мощным, что кажется как бы... И это тоже фактор. Ведь в профессиональном боксе тяжесть ударов тоже имеет значение. Конечно. Подходит к концу этот раунд. И Гасиев заканчивает прямым ударом справа. Восемь раундов позади. Я обращаюсь снова к Григорию Дрозду. Что сейчас вот, как вы сейчас оцените то, что происходит в ринге? Мне такое чувство, что Денис, во-первых, вот, точнее, Мурат Гасиев слишком рано поверил в свою победу. Да, был здоровский удар, попадание, но он начал нецеливать. И тем самым немножко зациклся на этом. Денис пристроился, Денис начал двигаться. Мне кажется, большинство раундов Денис сейчас ведет. Но очень сложный поединок. Мы видим, какая мощь. Как сильно бьет Мурат Гасиев. И это большая угроза для Дениса Лебедева. Ведь мы видим, что Денис выбрасывает удары. И у него, в общем-то, больше попаданий четких. Но такое ощущение, что они не действуют вообще на Гасиева. А ведь судьи считают и силовые удары тоже. Конечно, да. Инициатива, безусловно, на стороне Мурата Гасиева. Его стиль, его поведение в ринге говорит о том, что он готов стать чемпионом, он готов быть лидером. И это, конечно, может действовать на суде. Но Денис пока действует очень правильно. Работает, двигается за переднюю ногу. Не дает остановиться, не дает возможности сюда попасть. И мне кажется, с каждым раундом нужно терпеть будет все больше и больше. Потому что Гасиев наращивает свою мощь. Вот такой анализ, друзья. Со стороны боксера, который... Это его родная весовая категория, который как раз искушен вот именно в таких моментах бокса, когда надо перестроиться, когда надо что-то переделать в своих действиях, когда надо чем-то удивить соперника. Удастся это Денису или нет? Давайте посмотрим. В перерыве Абель Санчес использовал психологический подход. Слева Гасиев. Скользь, правда, попал, мне показалось. Психологический подход такой Абель Санчес использовал. Он сказал, представь, что это твой спарринг-партнер. Представь, что это не бой за звание чемпиона мира, а это просто спарринг. Расслабься и работай так, как на тренировке. Мурат поймал вот в этом плане свою волну. Мы говорили, что он король, когда он идет вперед, когда он диктует условия. И именно сейчас он работает первым номером. Мурат сейчас навязывает размены. Он чувствует, что он имеет солидное преимущество в ударной мощи. Он чувствует, что удары соперника не приносят ему урон. И поэтому он готов ввязаться в открытый бой и размениваться ударами с Денисом Лебедевым. И здесь у него будет преимущество, я уверен. И это тоже определенная проблема для Дениса, потому что соперники Дениса обычно стараются не ввязываться с ним. Хорошо сейчас Денис ответил. Два хоть точных попадания под самый гон. О, Денис, правда, на блок принял этот удар. Раунд номер 10, друзья. Наступают чемпионские раунды. Фредди Роуч сказал Денису Лебедеву, вкладывайся в удары слева. Ты можешь его потрясти своей левой рукой, но нужно чуть-чуть занять правильную позицию на ногах и вложиться в удар. Но в удар вкладывается Гассиев. Сейчас справа попадает, Лебедев отвечает комбинацией. Хорошая атака. И уже боится удар. Реперин был с другой стороны не видел. О, какой удар слева. Как раз таки удар слева. То, о чем сказал Роуч. Но Гассиев принял, принял и... Денис снова попадает. Гассиев канатом становится, но отвечает. Нет, он не потрясен. Он не потрясен, но он понял, что... Нельзя пренебрегать. Да, момент может быть переломным в бою. Опять ниже пояс. Туда, в область бедра. Попробуем. Хороший раунд в исполнении Лебедева получается. Но еще... Это только половина раунда. Да, еще полторы минуты. Опять. Опять вкладывается удары по туловищу Гассиев. Удар по плечу. Один из редких клинчей. Лебедев слева наносит удары. Гассиев отвечает тут же. И двойку... Двухударную комбинацию заканчивает по туловищу. Первая половина была за Лебедевым. Так закончится раунд. Сейчас Гассиев перехватывает. Снова Денис левым прямым попадает точно. Удары в плечу. А сейчас Лебедев отлетает. 10 секунд остается до конца раунда. Страстный боковой сейчас улетел. Денис успел убрать голову. Отвечает Денис левым. Хорошо. Ну что, Фредди Роуч подсказал работу в первую номеру, Денис? Да. Абель Санчо... А как это сделать, когда на тебе такой прессинг? Абель Санчо сказал Мурату, вот как раз буквально пару раундов назад мы об этом говорили. Ты пропускаешь слишком много вот этих маленьких, пусть не тяжелых, но в большом количестве ударов ты пропускаешь. Но они на него не действуют совершенно. Но их считают судьи. Он даже не защищает. Да, судьи считают. И поэтому вот это как раз беспокоит Абеля Санчо, потому что да, он говорит, ты наносишь один тяжелый удар, но в ответ пропускаешь 3-4. Пусть и не таких тяжелых, но тем не менее, это 3-4 удара в ответ на твой один. У меня впечатление вообще складывается, что Мурат вообще не думает о защите. Ему это совершенно... Когда-то... Да лампочка, он просто идет, идет вперед, идет вперед и постоянно заряжен вот на этот свой страшный удар. У сборной Нидерландов был тотальный футбол, а сейчас у Мурата Гасси вот такой тотальный бокс, тотальная атака, потому что действительно не думает он особо о защите. Главное для него... Он вообще не кратит ни мысли, ни силы на защиту. Все на атаку, вся ставка сделана на атаку. И на свой потенциал, именно атакующий. Сработает это или нет, мы узнаем минут через 7-8. Непростой поединок для подсчета судьи, потому что один атакует тяжелее, но меньше, другой не так тяжело, но больше. И кому что нравится, потому что разные судьи применяют разный подход. Ну давайте, да, разные судьи, разный подход. Действительно, сейчас мне приходит на ум много таких поединков, когда казалось бы, да, что один боксер так вот чисто внешне выигрывает, а судьи отдают победу другому. Но потом, если при детальном уже анализе бокса, приходится часто соглашаться с теми судьями, которые вынесли именно такой вере. Продолжает атаку по печени Гасиев. И комбинациями Лебедев отвечает. Размен удара в центре ринга. Уперся Лебедев, уперся. А ему сказали в углу, не отдавай, не отдавай пространство, не позволяй тотально вот так идти вперед на тебя. Потому что это фактор инициативы. Ведь в поединок судится по правилам не только точные попадания, но и также контроль ринга, он имеет значение. Мне кажется, у Дениса какое-то чуть-чуть такое второе дыхание. У него ноги снова заработали. Посвежее, мне кажется, он сейчас чувствует. Но обратите внимание, у Гасиева открыт рот. Значит, тяжелее ему стало дышать. И уже не так. Он не может настолько мощно прессинговать соперника, как это было в середине боя. Вы сейчас внимательно слушали, надеюсь, то, что творилось в красном углу. И самое главное уважение между спортсменами. Но это... Заключительный 12-й раунд. Но это до того, как звучит гон. А сейчас, сейчас на кону чемпионский титул по версии Айде в первом тяжелом весе. Это Денис Лебедев, чемпион. Мурат Гассиев, претендент. Лебедеву 37 лет. Он уже опытный боец. Уже многое повидал. Мурат Гассиев, 23 года. И для него это первый такой большой бой. Он сказал... Когда-то я слышал... Ох, слева Денис попадает. И пропускает тут же. Роуч сказал... Роуч сказал Денису... Он устал, поэтому... Вкладывайся, пей, работай комбинациями. В свою очередь, Абель Санчес сказал... Ни в коем случае нельзя отдавать последний раунд. Так что здесь каждый, каждый будет биться до последнего. Отдавать все свои силы. Правда, усталость начала сказываться даже внешне. Действие Гассиева. Да, безусловно. Удары уже не столь жестко он выбрасывает. Все-таки какой интересный мы бой смотрим. И, кстати... Потрясающе. Я думаю, что реванш вполне... Независимо от результата этого боя, реванш посмотрели бы все. А все, Денис сейчас в контратаке. И тут же пропустил, ответил. Откровенный бокс такой мы сейчас наблюдаем. Слева Гассиев попадает. Сейчас пойдет последняя минута поединка. Заключительная. Ну, чьи козыри сейчас сыграют? Лебедев чуть более подвижный. Гассиев... Ой, хорошая комбинация. С коленжевским ударом. В ответ Денис пропускает один удар. На свою комбинацию, которую он собрал силы. И которую сумел провести. Гассиев все-таки одиночным ударом ответил. Полминуты остается. Полминуты до конца боя. Здесь даже и комментировать ничего не нужно. Но Гассиев молодец. До первых двенадцати раундовый бой. Второй. У него уже был двенадцати раундовый поединок. Он, благодаря, что в Абхазии его провел как раз. Итак, бой закончен. Ну что ж. Бой закончен. Потрясающий поединок. Это был великий спектакль, друзья, по-моему. И так внимательно слушаем. 114-113 в пользу Лебедева. Минимальное преимущество на первой карточке. 116-112 Гассиев. Итак, решающая третья карточка. 116-111. И новый чемпион мира Мурат Гассиев поддерживает победу раздельным решением судей в этом поединке. И завоевывает чемпионский титул по версии IBF. Отбирает у Дениса Лебедева этот пояс. И вы видите, да, в каком напряжении была команда Мурата. Они совершенно не были уверены, что будет именно такой результат. Но раздельным решением, голосом, решающим голосом одного судьи все-таки пояс чемпиона IBF достается боксеру из Владикавказа Мурату Гассиеву, друзья. С каждым раундом нужно терпеть, будет все больше и больше. Потому что Гассиев наращивает свою мощь. Вот такой анализ, друзья, со стороны боксера, который... Это его родная весовая категория, который как раз искушен вот именно в таких моментах бокса, когда надо перестроиться, когда надо что-то переделать в своих действиях, когда надо чем-то удивить соперника. Удастся это Денису или нет? Давайте посмотрим. В перерыве Абель Санчес использовал психологический подход. Слева Гассиев в скользь, правда, попал, мне показалось. Психологический подход такой Абель Санчес использовал. Он сказал, представь, что это твой спарринг-партнер. Представь, что это не бой за звание чемпиона мира, а это просто спарринг. Расслабься и работай так, как на тренировке. Мурат поймал вот в этом плане свою волну. Мы говорили, что он король, когда он идет вперед, когда он диктует условия. И именно сейчас он работает первым номером. Мурат сейчас навязывает размены. Он чувствует, что он имеет солидное преимущество в ударной мощи. Он чувствует, что удары соперников не приносят ему урон. И поэтому он готов ввязаться в открытый бой и размениваться ударами с Денисом Лебедевым. Здесь у него будет преимущество, я уверен. И это тоже определенная проблема для Дениса, потому что соперники Дениса обычно стараются не ввязываться с ним в размены. Хорошо, сейчас Денис ответил. Два хоть точных попадания под самый гон. Денис, правда, на блок принял этот удар. Раунд номер 10, друзья. Наступают чемпионские раунды. Фредди Роуч сказал Денису Лебедеву, вкладывайся в удары слева. Ты можешь его потрясти своей левой рукой, но нужно чуть-чуть занять правильную позицию на ногах и вложиться в удар. Но в удар вкладывается Гассиев. Сейчас справа попадает. Лебедев отвечает комбинацией. Хорошая атака. Держи пояса удар. Рейпер был с другой стороны не виден. Какой удар слева, как раз таки удар слева. То, о чем сказал Роуч. Но Гассиев принял, принял и... Денис снова попадает. Гассиев канатом становится, но отвечает. Нет, он не потрясен. Он не потрясен, но он понял, что... Нельзя пренебрегать. Да, момент может быть переломным в бою. Опять те же пояса. Туда в область бедра. Попробуем. Хороший раунд в исполнении Лебедева получается. Но еще. Это только половина раунда. Да, еще. Еще полторы минуты. Опять вкладывается в удары по туловищу Гассиев. Удар по плечу. Один из редких клинчей. Лебедев слева на мост удара. Гассиев отвечает тут же. И двойку, двухударную комбинацию заканчивает по туловищу. Первая половина была за Лебедевым. Сейчас Гассиев перехватывает. Снова Денис левым прямым попадает точно. Удары в плечо от Лебедева отлетают. Десять секунд остается до конца раунда. Страстный боковой сейчас улетел. Денис успел убрать голову. Отвечает Денис левым. Хорошо. Ну что, Фредди Роуч подсказал работу в первую номеру? Да, Абель Санчес. Да, Абель Санчес. А как это сделать, когда на тебе такой прессинг? Абель Санчес сказал Мурату, вот как раз буквально пару раундов назад мы об этом говорили. Ты пропускаешь слишком много вот этих маленьких, пусть не тяжелых, но в большом количестве ударов ты пропускаешь. Но они на него не действуют совершенно. Но их считают судьи. Он даже не защищает. Да, судьи считают. И поэтому вот это как раз беспокоит Абеля Санчеса. Потому что да, он говорит, ты наносишь один тяжелый удар, но в ответ пропускаешь 3-4, пусть и не таких тяжелых. Но тем не менее, это 3-4 удара в ответ на твой один. Но у меня впечатление вообще складывается, что Мурат вообще не думает о защите. Ему это совершенно, как говорят, до лампочки. Он просто идет, идет вперед, идет вперед. И постоянно заряжен вот на этот свой страшный удар. У сборной Нидерландов был тотальный футбол. А сейчас у Мурата Гасси вот такой тотальный бокс, тотальная атака. Потому что действительно не думает он особо о защите. Главное для него это прессинг. Он вообще не требует ни мысли, ни силы на защиту. Все на атаку, вся ставка сделана на атаку. И на свой потенциал, именно атакующий. Сработает это или нет, мы узнаем минут через 7-8. Непростой поединок для подсчета, судя, потому что один атакует тяжелее. Григорий, мы с вами, ну я не говорю сейчас про Дениса Лебедева, мы его комментируем постоянно. Но мы ведь работали на тех матчах, на тех боях, когда в ринге был Мурат Гассиев. И я вот что подумал, что мы внимательно помним те бои, но ни разу мы не видели такого боя, такого момента в бою даже, когда Мурат был не агрессором, а когда против него заставляли его работать вторым номером. Может это быть сегодня в этом бою? Если да, то очень интересно будет посмотреть, как на это будет реагировать молодой претензиат. Безусловно. И я думаю, что в первые несколько раундов мы должны это выяснить. Хотя здесь, в этой весовой категории, когда встречаются два жестко бьющих бойца, никогда не знаешь, сколько продлится бой. И когда он завершится. Денис Лебедев боксирует в стойке левши, Мурат Гассиев в стойке правши. Лебедев по туловищу слева. Лебедев очень прибавил в последнее время именно в движении. И все специалисты говорят, что если он вот это свое движение на ногах не приостановит, что он будет двигаться постоянно, не будет перед Гассиевым ни на секунду стоять в мишень, готовая принять удар, то в этом могут быть для молодого претендента определенные проблемы. Очень спокойно начинают. Хотя каждый, конечно, готов использовать малейшую ошибку соперника. Но Мурат все бои свои начинает вот так, вы знаете, спокойно, внимательно. И все время он, каждый бой, ищет подходы и постоянно заряжен на удар. Вот как будет сейчас. А удар у Мурата Гассиева тяжелый. Да, у Лебедева тоже левая рука не подарок, друзья. При том, что Мурат выше Лебедева, и у него руки, естественно, длиннее. Опасный удар суловича. В область груди пришелся этот удар Мурата Гассиева. Так вот, несмотря на то, что у него эти преимущества, вот длине рук роста, но он очень хорош на средней и ближней дистанции тоже. Джебом атакует Лебедев. Пока и тот, и другой довольно мощными ударами передней рукой прощупывают защиту у каждого. Полминута до конца первого раунда. Пока тактический бой. Позиционная борьба идет. Вы слышите реакцию зала. Ни одного орландовнушного человека здесь в мегаспорте нет. Думаю, что и вы, друзья, которые сейчас смотрите трансляцию канала Матч ТВ, также внимательны и также переживаете каждую секунду этого поединка. Ну что ж, друзья, вы посмотрели первый раунд. Такая напряженная была, в общем-то, разведка с той и с другой стороны. Но, похоже, Лебедев начинает постепенно читать своего соперника. Контратакует Денис. Он пошел в атаку. Одиночными ударами, одиночные удары выбрасывает Гассиев. Денис контратакует. Пока что у Лебедева, Лебедев выглядит чуть побыстрее. Он выглядит чуть побыстрее. И как будто он уже разобрался, да, но потом уже понял, что ему делать в Риге. Такое быстрее. Мы не знаем, как был Гассиев, когда пропускает сильный удар. Да, Мурат привык быть агрессором. Привык всегда идти вперед на соперника. А через первый раз передней рукой Денис достает цель. Очень жестко по пыловищу Гассиев атакует. Мурат спарринговал. Не только спаррингует с боксерами своего веса, но и был в лагере. Владимир Кличко спарринговал с Дентейм Уайлдером, с Крисом Ариолой. А перерезает, перерезает Денис. И Крис Ариола сказал, что Гассиев бьет жестче, чем кто-либо из его соперников в ринге непосредственно в боях или в спарринге. А при том, что у Ариолы внушительный список соперников. Тот же Уайлдер. Денис постоянно закручивает. То в одну сторону, то в другую. Двойка. В джебом точно попал Денис, но левая рука мимо прошла. Пока что Мурат ищет подходы. Ищет подходы, ударов он бросает мало. Да, Денис заставляет задумываться соперника. Вот даже тот экзамен настоящий, который и предстоит сегодня решить молодому претенденту. Здесь еще есть фактор физической готовности. Физически, я думаю, оба готовы очень здорово. Быстрая рука у Дениса. Да, правой рукой. Хорошо, хорошо чувствует дистанцию Дениса. И между перчаток пробивает джеб. Правый боковой от Дениса. Но такой пока легкий. Ну так, оплатил перчатку, да. В гасе и в туловище пытался атаковать. Но этими ударами он все время гасит. Ну что ж, второй раунд был по откровению. И рискнул предположить, вернее, высказать свое мнение, что во втором раунде Денис начал чуть-чуть доказывать свое небольшое преимущество. Ну, если по количеству точных попаданий, вот, например, как в прошлом раунде Денис, на мой взгляд, был чуть впереди, но эти удары на Мурата не действуют, как правило. А каждый пропущенный удар Дениса ставит, мне кажется, его на грань. И опять по печени Гасси сейчас комбинацию выбросил, завершил ударом по печени в таком мексиканском стиле. Ну, мы знаем, Абель Санчес любит составить своим боксером Mexican Style, мексиканский стиль. Денис комбинацию выбрасывает Лебедев. Три мышка боковых ударов в исполнении Дениса. И сейчас ушел от очень опасной атаки. Ну, естественно, будет и ответ Мурата Гассиева. Да, Гассиев буквально неумолим и беспощаден. Мы говорили перед началом, что такого уровня боксера, как Лебедев, у Мурата еще в карьере не было. Не было такой оппозиции. Но если заметить, что для Лебедева это тоже в его карьере, наверное, самый тяжелый бой. Я не беру тот бой. Пока что один из самых сложных, точно. Но, с другой стороны, мы также говорили не раз о том, что Мурат Гассиев, хоть и впервые оказался на этом уровне, но голод до побед, желание стать чемпионом мира может буквально катапультировать тебя. И ты покажешь то, чего ты не показывал никогда до этого. И очень уверен в себе. Здесь однозначно уже сейчас, можно сказать, Мурат Гассиев пока что показывает лучший бой в своей жизни. Его очень трудно сбить с нас трояс. Конечно, судьи считают эти удары. Муратов пропускает, что это говорит. Но напряжение, вот эта опасность, она буквально витает в воздухе. Да, и не будем забывать фактор нокдауна. У-у-у, левый боковой жесткий. И Гассиев, возможно, забирает раунд за счет вот этого тяжелого попадания слева. Мы не видели с этой стороны, с нашей точки обзора, мы не видели, насколько точным был удар. Восьмой раунд. На прижойнище вторая половина боя. Ничего еще не известно, не понятно. Ниже пояса был удар. Да, Мурат извиняется. Ненарочно. Оба бойца очень чистые бойцы в плане того, что правила, если даже и нарушают, то это случайность. Да, и ни одного клинча у нас, по-моему, так и не было пока что в этом бою. Что тоже... Ой, ой, ой. Приятно. Все-таки какие-то страстные удары у Гассиева, а? Недаром. А в этих ударах начали слагать легенды уже давно. И легенды оказались правдой. Два раза левым боковым попадает по цели. Денис Мурат их ловит. И как ничем не бывало, продолжает идти вперед. Комбинация на ближней дистанции. Денис Лебедев. Мурат все-таки, мне кажется, очень часто пренебрегает защитой и пропускает эти удары. Да, судьи считают. Эпизод-то за Лебедевым сейчас остался. Эти удары судьи точно гладут в копилку. Первый криз за весь бой. Чуть раньше тоже была попытка. Лебедев пытался сблизиться, но там Гассиев не дал это сделать. Ну да, это был первый клинч. Ценовый удар по печени в исполнении Гассиева. У кого-то в Лебедев пропускает несколько ударов. И под глазами у Лебедева уже небольшие наплывы есть. Лебедев становится хуже на ногах. Вот посмотрите, Гассиев. Вот он план команды Гассиева. Прессинг, прессинг, увеличивать, увеличивать и заставить соперника остановиться. А еще только восьмой раунд. Я не говорю, что Лебедев уже остановился, но он не так быстр и свеж, как в начале боя. И не так просто уже сдерживать ему этот натиск. В исполнении молодого претендента по туловищу опять Гассиев. Тяжелые удары. Вот так вот на 2-3 удара, причем на 2-3 точных удара Гассиева отвечает одним, но настолько мощным, что окажется как бы... И это тоже фактор. Ведь в профессиональном боксе тяжесть ударов тоже имеет значение. Подходит к концу этот раунд. И Гассиев заканчивает прямым ударом справа. Восемь раундов позади. Я обращаюсь снова к Григорию Дрозду. Что сейчас вот, как вы сейчас оцените то, что происходит в ринге? У меня такое чувство, что Денис, во-первых, точнее, Мурат Гассиев слишком рано поверил в свою победу. Да, был здоровский удар, попадание, но он начал выцеливать. И тем самым немножко зациклится на этом. Денис пристроился, Денис начал двигаться. Мне кажется, большинство раундов Денис сейчас ведет. Но очень сложный поединок. Мы видим, какая мощь. Как сильно бьет Мурат Гассиев. И это большая угроза для Дениса Лебедева. Ведь мы видим, что Денис выбрасывает удары. И у него, в общем-то, больше попаданий четких. Но такое ощущение, что они не действуют вообще на Гассиево. А ведь судьи считают и силовые удары тоже. Конечно, да. Инициатива, безусловно, на стороне Мурата Гассиева. Его стиль, его поведение в ринге говорит о том, что он готов стать чемпионом. Он готов быть лидером. И это, конечно, может действовать на суде. Но Денис пока действует очень правильно. Работает, двигается за переднюю ногу. Он не дает остановиться, не дает возможности себя попасть. И мне кажется... Он становится больше, да. Может, он прибавляет в активности. Но пока, честно говоря, не вижу. Вот КПД. Такой отдачей от этого прессинга. Но пока еще пятый раунд. Возможно, тактика именно на то, что... Денис по печени попадает Гассиев. Вот как раз о чем и речь. То, чтобы Денис все-таки замедлился. По печени пропускает Лебедев. Очень тяжелый удар у Мурата Гассиева. Встает Денис. И что будет делать Гассиев? Бросаться на добивание? Итак... Мурат Гассиев. Первые раунды не так хорошо складывались. Первые два. Но затем прессинг он увеличивал. И этот прессинг приносит ему плоды. Сейчас по туловищу, по печени. Гассиев левым боковым попадает. Отправил Дениса Лебедева в нокдаун. Прессинкует Мурат. У Дениса еще рассечение там открылось. Это первый в карьере, в профессиональной карьере Дениса Лебедева нокдаун от удара по печени. По туловищу. Ему надо выстоять этот раунд. А еще очень много времени. Денис попал, кстати, ударом слева. Мурат уж очень иногда беспечно идет вперед. И Денис эти моменты использует. Жесткие удары у Мурата Гассиева. Ловит. Снова туда в туловище пробивает. Снова по печени. Но выше. Еще больше минуты в этом раунде. Уже минута, чуть меньше. На уклоне Денис ушел от атаки и контратаковал. И опять метит Мурат Гассиев по туловище. Он нашел лазейку. Еще целая минута. Денис отвечает по туловище туда же. Это будет сделать очень тяжело. Сейчас у меня есть возможность видеть секундомер. Снова туда нащупал эту точку и пробивает. Опять туда Гассиев. И остается 25 секунд. Левый боковой отвечает коротким ударом Денис. И публика, публика неистовствует. О, справа жесткий Мурат. Попадает снова правым прямым. Жесткий опять удар справа. Мурат Гассиев наносит. Пять раундов прошло в этом замечательном, напряженном и драматичном бою, друзья. И вот поначалу преимущество Дениса Лебедева, которое, в общем-то, ощущалось. Какие-то моменты все свело. В прошлом раунде все ушло на нет, потому что точным ударом послал своего соперника в нокдаун в Мурат Гассиев. Восстановился Денис или нет? Это большой, большой вопрос. Шовские атаки Дениса Лебедева. Комбинациями и джебом Фрайдеров сказал, атакует передней рукой. Здорово сейчас атакует Денис. Снова, посмотрите, пробивает, пробивает эти удары. Правые прямые, но Гассиев упрямо ловит эти удары и идет вперед. Продолжает наступать. Гассиев иногда действует по принципу готов пропустить два, но для того, чтобы нанести свой один. И учитывая ударную мощь Мурата Гассиева, мы уже убедились в том, что она на должном уровне. Может быть, эта тактика тоже имеет право на жизнь. Жестко, как же тяжело мне Гассиеву. Все-таки преимущество в ударной мощи уже у нас в этом поединке очевидно. У кого. Но Денис жестко заряжает слева. Ну вот, мы спрашивали до боя, каков Клурат, когда он пропускает. Да, он и удары держит тоже здорово. Сокращает, сокращает дистанцию Гассиев чаще, чем в начале боя. Страшные удары, конечно, у претендента. Недаром он говорил, что если он станет чемпионом, он, скорее всего, перейдет в супертяжелый вес. Но пока он без проблем делает первый тяжелый вес, потому что даже за сутки после взвешивания, вернее, утром, по правилам IBF, Мурат Гассиев прибавил всего полтора килограмма после взвешивания. Это совсем мало. То есть ему практически не надо сушиться. Да, он практически не гоняет вес. Поэтому пока что легко он делает. Лимит 90,7 килограмм. Но с такой ударной мощью, конечно, можно многого добиться и в супертяжах. Безусловно. 23 года всего Мурату Гассиеву. И потенциал его огромен. Тяжелее Денису Лебедеву двигаться. Уже тяжелее. Потому что если до этого он успешно уходил от выпада в Гасси, то сейчас преимущественно настигает Мурату. В общем-то не гасят порывы. Гассиев, он продолжает идти, он ловит эти удары, но они на него... Такое впечатление, что вообще не действуют. Но Мурату тоже все-таки не стоит пренебрегать ударной мощью Дениса. Вот особенно такими ударами. Концовка первой половины поединка. Очень драматичный бой, насыщенный. Вторая половина боя. Шесть раундов позади. Сейчас начинается самое трудное, самое главное, наверное, самое решающее. Абель Санчес Мурату Гассиеву сказал в перерыве. Не давай сопернику начинать первым. Работай, руками выбрасывай больше ударов. Ну что, восстановился Денис? Похоже, да. Но здесь больше движений он... Больше именно подвижений, да. Не теряется. Шестко справа атакует. Но все дело в том, что... Между раундами Фредди Роуч сказал, что все отлично. Заставляет его проваливаться, промахиваться. Но джебом хорошо. Мурат Гассиев попадает. И не сказать, что Денис Лебедев уж очень много двигается. Ведь... А это можно было предположить. Были мнения о том, что жестко попал по толщу Гассиев. И Лебедев отвечает слева. Были мнения о том, что Денису много нужно будет двигаться, чтобы не застаиваться. Но пока что и минимального движения на ногах хватает для успешного действия, успешных действий в этом поединке Денису Лебедеву. Ох! Мурат справа. Вот перчатка. Денис видит эти удары, видит. И успевает убрать голову. Либо назад, либо справа. Сейчас сам промахнулся. Это боковые удары Гассиев. Чуть-чуть всех приходится в защиту. Но чуть-чуть прибавляет Гассиев в плане активности. Он выбрасывает больше ударов. Возможно, это часть плана. Начинать постепенно. Но здесь тоже кроется хитрый момент для Мурата. Потому что чем больше он атакует, тем больше возможности у Лебедева контратаковать. А руки у него побыстрее, у Дениса. Четверной джек в исполнении Лебедева останавливает попытку атаки со стороны Гассиева. Слева Денис атакует. И Мурат удар в лоб пришелся. Сейчас Гассиев начал работать первым номером. Но Лебедева останавливает. Так, Гассиев прибавил в активности. Пытается осуществлять прессинг. Он прибавляет активности в количестве выбрасываемых ударов. Но практически все они по защите. Продолжается бой, друзья. Напоминаю, на канале Матч.ТВ Главный бой сезона. Главный бой наших трансляций. Денис Лебедев защищает свой титул чемпиона мира Айби. Соперник молодого мира Гассиев. Из-за Кавказа. Впервые в добой за звание чемпиона мира. В истории российского бокса ведут боксеры одной страны. Живляки. Здесь изначально речь шла о двух титулах. Потому что если брать россиян в боях за звание чемпиона мира. Дмитрий Пирог и Геннадий Мартиросян в сентябре 2011 года оспаривали два россиянина чемпионский титул. Здесь два титула должно было стоять на кону. Но вот только один. Опасные у него удары. И Денису левую руку, конечно, всегда нужно держать у подбородка. Может, обложился в эти два удара Гассиев? Обратите внимание, Гассиев активнее. Все активнее идет вперед. И Денису больше приходится двигаться. Потому что защищаться от таких мощных атак Гассиев одним только блоком нельзя. Нельзя принимать на блок. Но и Денис жестко отвечает. Денис потратакует. Он ловит эти моменты очень удачно. Чтобы осадить немножко пыл соперника. Но тот продолжает идти вперед. Да, эти удары не останавливают Мурата. Мурат их принимает, но не останавливается. Идет вперед. О, какой боковой. Да, Мурату тоже нужно внимательно относиться к этим право-боковым. И снова туда пробивает Денис. Попытка апперклота. Денис смещается в основном справа. Он левша. И заступает за переднюю ногу Мурата Гассиева. Тем самым выводит себя на удобный угол атаки. И избегает правой Мурата. Правой руки. Комбинация в исполнении Лебедева. То, о чем ему Фредди Роуц в перерыве говорил. Рядом с нами, как всегда, на генеральской позиции Григорий Гроз. Я вот хочу поделиться своим мнением с ним. Насколько я прав и не лев. Мне кажется, сказывается гораздо больше арсенал Дениса Лебедева. Так ли? Да, это было яхно добой. Денис намного сильнее оснащен. Как боксер. И мне кажется, что Денис справляется со своей задачей. Конечно же, мы еще не понимаем, что заготовил Гассиев. Непонятно, что он хочет сделать. Мало ударов в его исполнении. Очевидно, что он очень-очень сильно ударит. И Денис, мне кажется, приспособлен к этому стилю. Спасибо, Григорий. И так продолжается у нас четвертый раунд в последние секунды. Фредди Роуч говорит в перерыве Денису Лебедеву, не давай ему прессинговать себя. Останавливай его не просто одним ударом, а комбинациями. И тогда тебе будет проще справляться с этим прессингом. Жаль, что в перерыве не удалось послушать, что говорили Мурату Гассиеву. Тоже интересно было бы узнать, какие установки Абель Санчес дает. Но прессинг Мурата действительно становится все больше. Продолжение следует...